На Кубани продолжается реализация национальных проектов. Итоги проведенной работы проанализировали на совещании. Совещание прошло в режиме видеоселектора. На связи с краевой столицей были все муниципалитеты. Подводя промежуточные итоги реализации федеральных и региональных программ, губернатор отметил, что освоение средств по нацпроектам превысило 70%. Однако есть уже проекты, работа по которым в этом году финишировала. Так полностью завершен нацпроект «Культура». В результате работы в рамках федерального проекта «Культурная среда» капитально отремонтированы 9 учреждений культуры, модернизированы 7 кинозалов, обновился парк музыкальных инструментов, приобретено специальное оборудование для двух школ искусств. Вениамин Кондратьев также заметил, что полностью выполнен нацпроект «Безопасные и качественные дороги». На капитальный ремонт дорог в Славянском районе направлено 213 миллионов рублей. Общая протяженность отремонтированных дорог по району – более 100 километров. Наибольшие объемы ремонта выполнены в Петровском, Анастасиевском, Кировском, Коржевском, Забойском сельских поселениях. С опережением идет программа переселения из ветхого жилья, рассчитанная на два года. К концу 2020 года должны были переселить 263 человека. Новые квартиры уже получили 242 человека. По нацпроекту формирования комфортной городской среды благоустроено 319 парков и скверов. Работа завершается на 68 объектах. Я здесь хочу напомнить еще раз, потому что я уже не раз говорил, что национальные проекты – это проекты реализации, которым заинтересована вся страна, все жители, каждый житель, в том числе нашего региона, нашего края. Поэтому и парки, и скверы будут приниматься комиссионно вместе с общественниками, вместе с жителями. Губернатор подчеркнул, что благодаря нацпроектам муниципалитеты получают беспрецедентные средства на развитие и благоустройство. И важно, чтобы эти средства вовремя осваивались, а жители видели ощутимый результат проделанной работы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».